Роберт, я считаю, что в Америке возможно существует неправильное представление о The Cure. Якобы вы одна из мрачных групп, как некоторые другие английские чувствительно серьезные команды, появившиеся в последнее время. Ты не хотел бы развеять этот миф? Хорошо. Если честно, со всеми этими группами нас объединяет только то, что мы одеваемся во все черное. Ну прям как я. Ну это твоя профессия. Но мы говорим о таких группах, как The Smith. Неудачное сравнение. Потому что, если честно, The Smith мне очень не нравится. Почему же? Мне просто не нравится Морриси. И я считаю его очень невысокомерным. По большому счету, он похож на профессионального интеллектуала. И для меня это худший тип личности. Но мне нравятся другие группы, у которых более меланхоличный фильтр, например, Кокто Твинс и Ижи с ними. Слушаю их песни с удовольствием. За последние годы The Cure сложилась заслуженная репутация мрачной группы. Да, мы были мрачными, не мрачнее других. Просто за последние пару лет я чувствую себя менее счастливым и не таким живым. Сейчас, когда вы выпускаете сборник синглов, у американских меломанов появляется возможность услышать, ну, прежде всего, это подборка очень разных песен. А также на этом альбоме довольно много очень запоминающихся поп-мелодий. Мы волнующая, очень яркая, запоминающаяся группа. Для меня просто удивительно, что так много слушателей сами удивились, насколько разные у нас песни. Прошло уже почти 10 лет с тех пор, как мы начали записывать пластинки. И было бы смешно, если бы за это время никакого разнообразия бы не было. Я знаю, что многие музыканты повторяют уже пройденное. Они укрепляют свою позицию, играя одно и то же, только обыгрывая это разными словами. К сожалению, большинство поступает именно так. Но у нас всегда был немного бессистемный подход в творчестве. Я никогда не могу предсказать наш следующий шаг. Наша музыкальная карьера развивается по внеплановой схеме. Интересно, что карьера The Qs стартовала в 1976 году на заре становления панка в Британии, когда на местной сцене появились такие команды, как Sex Pistols, The Clash, The Damned и остальные. Но вы к панкам не принадлежали, не так ли? Опять же, мне был симпатичен дух панка. И в отличие от перечисленных тобой исполнителей, я предпочитал слушать такие группы, как Бускокс, которые были частью панковского движения. The Benshis были единственной по-настоящему махровой панк-группой, которая мне нравилась. И, возможно, еще The Stranglers, даже несмотря на то, что на тот момент они были очень старыми. Мы адаптировали больше саму музыку в целом, чем панковское отношение к жизни. При этом мы никогда не были модными панками. Вот зря панки одеваются одинаково. Именно свои униформы панки мне и ненавистны. Так уж получается, что если вы часть новой моды и музыки, вы всегда обязаны конкретным образом одеваться. Интересно, что все эти модные панки со временем куда-то сгинули, не так ли? Все, кроме The Stranglers, опять же, они слишком воинственные. Нет, сейчас я говорю о модных панк-группах, даже о The Clash. Они до сих пор существуют, не так ли? Они зарабатывают на жизнь тем, что делают фотографии, и все еще есть те, кто этому подражает. Точно так же поступают старые стиляги. Ты старых стиляг в Америке видела? Нет, но я знаю, и мы знаем, кто они такие. Старые гопники, старые хиппи. То отношение к жизни, которое в то время как бы рекламировалось, существовало задолго до этого. И все еще существует в определенных группах. Мы же продолжаем относиться ко всему происходящему очень пренебрежительно. То есть к тому, что называется музыкальной индустрией. И это несмотря на то, что сами являемся ее частью. Я не буду парадоксальным, если скажу, что нас все это никак не касается. Я бы не сидел здесь, если бы так думал. Так что пока вы будете делать что-то немного иначе, это будет означать, что вы делаете это ради собственного удовольствия, а не для какой-либо карьерной выгоды. Или ради культа личности, которая существует, по моему мнению, особенно в Америке. И, честно говоря, сейчас меня больше волнует пристальное внимание к моей персоне. Я хотел сказать, что ты личность. То есть ты не привлекаешь внимание к себе в визуальном плане. В плане раскрутки своей личности я ступаю по очень тонкому льду. Но, по крайней мере, я понял, что это такое, и я такое отношение ценю. В каком-то смысле, внимание ко мне было неизбежно. Я получаю огромное удовольствие, особенно от того, что стою на сцене и пою для людей. Но я бы предпочел, чтобы вокруг не было такой толпы во время нашего общения. Это как-то неестественно. Поэтому личное и общественное признание — это разные вещи. Одно дело быть застенчивым, и другое — стремиться к личному уединению. Роберт, ты согнулся перед камерой? Так, минуточку. У меня уже гор, простит. Ладно, давай просто поговорим, высмеивая от физического родства, хорошо? Эти стульи нельзя двигать всякий раз, когда их двигаешь. Они скрипят так, словно вы находитесь на лодке. Да дело, что хочешь, потому что мы потом все равно наше интервью отредактируем. Вот я сказал, что пренебрежительно относишься к музыкальной индустрии. Но можно ли говорить о том, что ты не пренебрегаешь многими другими совершенно конкретными музыкальными произведениями? Ваша группа сформировалась в Англии в 76-м году, во времена расцвета панка. Возможно, тогда был больше популярен не такой махровый дворовый панк, который тебе нравится больше. Та английская музыка, которая появляется сейчас... Я не знаю, тот же Джонни Роттен Лайден обозвал такую музыку никчемным английским диско. В таком случае он сам никчемная английская диско. У него хватает наглости говорить такое о других людях. И для меня Джон Лайден воплощает собой ошибочные тенденции в современной Англии. Но что-то неправильно сейчас не только в Англии, а повсюду. Вот подобная ошибочная направленность в любом случае мотивировала меня собрать группу The Q. Вот почему мы взяли именно такое название. Мне просто надоело сталкиваться с пафосной музыкой и с напыщенными развлечениями. Для меня всегда существовал выбор, вы можете пойти и послушать дебаты на каком-то шоу. Но вот если вам нравится слушать современную музыку, я продолжаю считать, что 99% этой музыки навевают скуку. И это самое точное описание. Но в The Q это никак не демонстрировали, не так ли? Нет, но по крайней мере мы только что присоединились к очень маленькой группировке людей. Понятно, что мои слова чисто субъективные, но лично я бы послушал The Q. Если бы я не играл в этой группе, нет, я не стал бы никому их музыку навязывать. Я наслаждаюсь нашим творчеством. Я наслаждаюсь музыкой таких групп, как Echo and Bunnymen, New Order и Cog2 Twins. Я бы хотел что-то изменить по разным причинам. Но вместе с тем я допускаю, что нас можно заменить на такую группу, как Hugh Leavis and The News. И всех прочих замечательных музыкантов, потому что они живут вполне счастливо, и многим нравится их творчество. И это прекрасно. Но если бы не было таких людей, как The Q, а такой группы, как The Q, тогда не было бы и выбора, а жить и творить это наша миссия. Я не рассчитываю на то, что мы будем безумно успешными и очень известными. Но у вашей группы есть много громких хитов, особенно в Англии. В свое время вы выпустили пару-тройку популярных танцевальных хитов в Америке. Да, но это совсем другой уровень. Не знаю, меня это особо не беспокоит. Но было бы классно, если бы наши песни постоянно гоняли по американскому ТВ и по радио. Было бы глупо думать иначе. Но большинству это бы просто не понравилось бы. Иначе мы были бы, если вы понимаете, что я имею в виду так, что... А, ладно, проехали. Какую музыку ты слушал в детстве? Какая музыка тебе нравилась, когда ты был еще мальчишкой? Так как у меня есть старший брат и сестра, я слушал музыку начала 60-х. Когда я сам жил в начале 60-х. Поэтому я вырос, слушая такого американского певца, как Капитан Бифхарт. Причем к 10 годам я уже знал слова всех его песен. А вот с группой The Velvet Underground отношения у меня не сложились. Хотя мой старший брат и сестра слушали их музыку. По большому счету мне нравились Velvet Underground. Мне нравились отдельные песни, и группа-то прекрасная. Но мне не нравится то, что означает Velvet Underground. Не нравится то, что они собой пропагандировали. Это название тянет за собой слишком много всего. Я слушаю какие-то более простые вещи. Мне нравятся первые записи The Rolling Stones. А еще Джимми Хендрикс. Он мой герой. Говорят, что если ты не мечтаешь постоянно, не придумываешь тексты ваших песен, витая при этом где-то в облаках, ты всю дорогу бухаешь. Это правда? Приятно слышать, но это неправда. Мой герой, мой образ был создан, как и мое имя, меня это прикалывает. Если же я пытаюсь отрицать то, что является мифологией нашей группы, и почти кажется, что я отрицаю, это становится правдой. Если кому-то хочется верить, что я постоянно шатаюсь в ступоре. Как же это смешно, потому что если бы я действительно был таким, тогда никогда бы не смог сделать ничего хорошего. А еще ранее ты однажды сказал во время нашего с тобой интервью «Никогда нельзя говорить правду». Особенно, когда общаешься с английской музыкальной прессой. По твоим словам, ты постоянно врешь журналистам и продолжаешь и сейчас врать. Да, но я не считаю это ложью. Для меня это такое скорее плетение, когда плетутся разные небылицы. Так уж получается, что если бы я отвечал на одни и те же вопросы одними и теми же ответами, я бы просто заскучал. И меня было бы просто неинтересно читать или слушать. Поэтому иногда я говорю все, что первым приходит мне в голову. И тем самым создаю очень запутанную ситуацию. Что еще за запутанная ситуация? Ну, якобы я много лет был сиротой. Как это так, ты был сиротой? Со дня своего рождения. И как к этому относятся твои родные? Никто не знает, кто мы такие, о чем часто говорят в Америке. О специализированной прессе. Я могу сказать, что мы выпускаем наш 16-й альбом. А местная пресса повторила бы «16-й альбом? А как так?» Ведь об этом ничего не говорится в вашей биографии. На что я отвечаю, что обычно мы выпускаем по 3-4 альбома в год. При этом никто не обличает меня во лжи. В вашу группу вернулись такие музыканты, например, Лоуренс Толхерст и Саймон Геллоб. Так уж получается, что за все эти годы в The Cure много кто успел поиграть. Можно сказать, что они возвращаются, затем снова покидают систему. Если вам не нравится то, что вы играете в The Cure в какой-то конкретный момент времени, тогда вы уходите. Но опять же, The Cure не похоже ни одну другую группу, оставшись в которой вы чувствуете себя в безопасности. Потому что имеете возможность зарабатывать деньги, при этом стать успешными или узнаваемыми. Я бы никогда не стал играть в такой группе, как The Cure, в которой играли бы те, кто не хотел бы в ней играть. Поэтому, когда кто-то хочет уйти, он уходит. А если они хотят вернуться, тогда они возвращаются. Ну, все легко и просто. Вот совсем недавно вы выпустили новый альбом, сборник синглов. Standing on the Beach, такой сборник хитов. Это было сделано намеренно, или это было сделано, потому что вам было некогда записывать очередной альбом? Да, я мог бы ответить, что у нас не было времени. Мы выпустили данный сборник главным образом, потому что у нас закончился контракт с европейским отделением лейбла Polydor. И мы понимали, что если не продлим наш контракт с Polydor, тогда они выпустят сборник синглов. Поэтому я предпочел бы выпустить альбом с контролем над оформлением и качеством записи пластинки и видео. А еще потому, что прошло уже 10 лет, и я только что закончил писать книгу об истории The Cure. И сейчас как бы все встает на свои места. Мы уже записали для следующего альбома более 20 песен. Поэтому могли бы запросто выпустить новую пластинку. Но если бы мы слишком долго ждали выпуска данного сборника синглов, он бы все равно вышел либо после окончания карьеры The Cure, либо в формате двойного альбома, если бы мы продолжили выпускать синглы. Я не знаю, как долго продлится наша карьера. Но если мы будем играть еще 2-3 года, выпустим еще больше синглов, которые в итоге пришлось бы выпустить двойником. А этого было бы просто ужасно. Поэтому мы ничего не планируем. The Cure лишены всякого планирования. Все очень бессистемно. Как вышло, так и есть. Роберт Смит, огромное спасибо и удачи на будущее. Спасибо. Роберт, как сформировались The Cure? Мы все познакомились на школьной игровой площадке. На игровой площадке? Да, просто решили, что хотим играть в одной группе. И как вам это удалось? Так. А ну заткнись! Вместо ударной остановки мы взяли резиновый шар попрыгун. И сначала у нас были поролоновые гитары. А потом мы потихоньку крали деньги, пока не смогли себе купить настоящие инструменты. Вот с этого все и началось. Ну, конечно, позже расскажи, чтобы все были в курсе дела. Одно время ты играл с Сьюзи Инзе Беншес. Что происходило с The Cure, пока ты играл в этой группе? Да практически ничего. Я ушел в Беншес, так как хотел уйти от роли первого лица в команде. Чтобы я мог свободно, неузнаваемым, ходить по магазинам, ходить на пляж. В то время как Сью раздавала бы все интервью. Но примерно через год я понял, что у меня есть все, что мне нужно. Все стало каким-то печальным, поэтому я подумал, что мне лучше снова начать петь. Как фанаты The Cure отнеслись к тебе, когда ваша песня The Love Cats стала хитом и попала в первую двадцатку хит-парада. На самом деле, они подумали, ой, как не вовремя эти ребята получили только признание. Режиссер Тим Поуп снял ваш новый клип In Between Days, и вы уже какое-то время с ним работаете. С чего начались ваши отношения? Чего? Вот с таких качелек. Чё, правда, когда вы все так кружились? Честно говоря, я не знаю, как мы познакомились. Да, я знаю, что он снимал клипы для группы Soft Cell. Мне эти ролики понравились, поэтому я попросил найти того, кто снимал видео для Soft Cell. Все потому, что мне захотелось снять клип, в котором мы выглядели бы очень глупо. Вот как мы с Тимом Поупом и встретились. Мы попросили его снять клип, в котором мы бы смотрелись глупо сейчас. И в итоге сняли ролик на песню Let's Go To Bed. Тим удалось воплотить мои самые смелые мечты. С тех пор мы с ним и работаем. Кто просчитывает ваши дальнейшие действия, или вы говорите Тиму Поупу, «Ладно, вот наш новый сингл, давай снимем на него клип». Но я встречаюсь с ним, и мы разговариваем, и можем провести весь день вместе. Я объясняю, что должны почувствовать зрители, когда они увидят наш новый клип. А затем с этого момента все остальное я оставляю на его усмотрение. Сами понимаете, было бы глупо работать с таким режиссером, как Тим, и при этом не доверять его дальнейшим действиям. Потому что у этого парня настолько неадекватное воображение, поэтому его клипы вы либо должны любить, либо ненавидеть. В вашем новом клипе на песню «Между днями» очень много действий, не так ли? Я бы назвал этот клип «Между носками». Кстати, по теме носков. Зачем было вставлять в клип мультяшные носки? Вам придется взять следующее интервью у Тима Поупа и расспросите его о носках. Дня три тому назад Тим позвонил мне весь такой на нервах. Он пытался объяснить мне концепцию носков. Кажется, в тот раз он звонил из Югославии, слышимость на линии была просто ужасная. В наш разговор время от времени влезал оператор. Поэтому ничего про носки я вам не расскажу. Субтитры подогнал «Симон»